Продолжение следует... Город Таллинн подал жалобу в административный суд с просьбой признать решение правительства о передаче Дома Братства Черноголовых в частные руки недействительным. И уже в эту пятницу состоится заседание, на котором данное дело будет рассмотрено. Одна сторона надеется на свою победу, другая сторона на свою победу. Как бы это дело в первой стадии не закончилось, я прогнозирую, что все-таки это пойдет в дальнейшие инстанции суда тоже. Потому что когда этот вопрос обсуждался и в прошлый раз, несколько лет назад, то тогда тоже дело дошло до государственного суда, который признал, что решение государства вернуть этот дом в частную собственность не обоснован. Поскольку спор между государством и городом имеет большую социальную значимость, заседание будет открытым, а для рассмотрения дела назначены трое судей. Впрочем, несмотря на то, что будущее Дома Братства Черноголовых остается туманным, это никак не мешает работе Таллиннской филармонии, в которой недавно стартовал новый сезон. Разве что неуверенность и судебное разбирательство портят настроение. Конечно, это чувство нехорошее, но суд должен сделать свою работу, мы сделаем свою работу, то есть хотелось бы еще больше открывать здание Черноголовых, Музпедемая, для всех посетителей, у нас не только концерты, но и экскурсии проводят. Но надежда все-таки у вас есть, да что оставит здание в покое и оставит его народу? Ну, надежда, конечно, умрет. Пока ни одна из сторон не берется делать прогнозы относительно решения суда. Впрочем, власти города надеются, что суд примет во внимание мнение более 100 тысяч человек, которые отдали свой голос за то, чтобы оставить здание Братства Черноголовых в ведении города. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...